Коллеги, добрый день. Давайте проверим связь. Нас слышно, видно. Пожалуйста, покажите нам это своими реакциями в чате, либо огонечками. Отлично. Всё, замечательно. Тогда предлагаю начать. На своих вебинарах мы делимся практическим опытом и информацией, которая позволяет повысить эффективность и конкретную способность вашей компании. Сегодня вебинар будет вести Саблин Никита, консультант отдела складской логистики и я, Гуськова Мария, ведущий менеджер отдела продаж компании «Лот». Итак, о тайминге вебинара. Вводной части мы уделим 5 минут. Затем в течение 25 минут осветим функционал по заданной теме и в конце оставим минут 10 для ответов на вопросы. Коллеги, если в течение мероприятия у вас появляются вопросы, пожалуйста, направляйте их нам в чат, мы обязательно на них ответим позже. Итак, хочу уделить время компании. Сейчас я расскажу немного о компании «Аксилот». Компания представлена на рынке уже 24 года. Из них более 12 лет является безусловным лидером в области автоматизации транспортной и складской логистики. Также компания является полностью российской компанией. За это время на рынок IT было выпущено 5 поколений ВМС-систем и 5 поколений ТМС-систем. Все наши программные продукты входят в реестр отечественного ПО. Хочу обратить ваше внимание на то, что более 10% выручки компании ежегодно тратит на развитие своих решений. На текущий момент в портфеле компании представлены такие решения, как «Аксилот ВМС-Х5» – решение для автоматизации складской логистики, «Аксилот ТМС-Х4 и Х5» – автоматизация транспортной логистики, «Аксилот ВМС-Е5» – автоматизация складской логистики на базе платформы Netcore, «Аксилот ТОС» – автоматизация портовых и контейнерных терминалов, «Аксилот СКАП» – решение для планирования маршрутов ТМС-систем, «Аксилот ВСС» – для работы с рапортизированным оборудованием автоматических складов, «Аксилот ВОЗ» – решение для автоматизации небольших складов и мобильная платформа для промышленных решений. Хочу обратить ваше внимание на вариант поставки по модели «Аксилот Клауд», при которой использование серверных мощностей предоставляется в качестве услуги. Данный вариант становится все более актуальным, так как он избавляет наших клиентов от таких задач, как приобретение, размещение и обслуживание серверов. Также хочется отметить, что согласно условиям государственной поддержки малого и среднего бизнеса, до конца марта действует предложение о приобретении решений компании «Аксилот» со скидкой в размере 50% для предприятий данного сегмента. Предлагаю перейти к складу. Склад – это связующее звено между производителем и потребителем, которое требует постоянного внимания. И если неверно учитывать складские запасы, они становятся поистине золотыми. В текущей ситуации актуальность информации о складских запасах очень сложно переоценить. Зачастую корректному учету продукции на складах уделяется недостаточно внимания, и такой подход не заставит долго ждать негативных последствий. Возрастает риск появления непредвиденных затрат либо потерь для компаний. Взвешенные решения по вопросам ценообразования, скидочных программ, допустимых в ценах закупки, возможно принять, только если обладать актуальной информацией в реальном времени о складских запасах и остатках. Одной из составляющего это является наличие возможности проведения инвентаризации, так, как расскажет мой коллега Никита Саблин, или так, как предлагает решить эту задачу наша система Axelot WMS X5. Сейчас я передам слово моему коллеге, и он максимально подробно осветит функционал по данной задаче. Никита, тебе слово. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Саблин Никита, я являюсь консультантом компании Axelot, и сегодня я расскажу вам об особенностях проведения инвентаризации в Axelot WMS X5. Итак, с какими же проблемами сталкивается склад при работе с товаром? В первую очередь это, конечно, потери товара на складе. Это потери товара от пересортицы, потери от неправильной работы со сроками годности, что, в свою очередь, может повлечь штрафные санкции от ваших клиентов. И, конечно же, это зависимость от персонала, так как складскому персоналу необходимо держать в голове, где находится какой-либо товар, и на каком из поддонов мест хранения находится товар с исходящими сроками годности. Решение, которое позволит быстро снизить влияние этих проблем на работу склада, это проведение инвентаризации, которая нам даст точный учет товара на складе. А точный учет товара, в свою очередь, предоставляет нам ряд возможностей, таких как убрать неликвидный товар. Нашим клиентом был крупный дистрибьютор игрушек, и в ряде ячеек, скажем так, в самых дальних углах склада было обнаружено достаточное количество бракованного товара, который длительное время не мог быть выявлен при работе на бумажных носителях. Также это актуализация торговой матрицы. Нашим клиентом был дистрибьютор обуви, и мы помогли выявить ему залежавшийся товар. И этот товар мы смогли отправить в дисконт посредством всего лишь одного перемещения. И также в ряде проектов у компаний, занимающихся продуктами питания, мы смогли выявить часть товара с исходящими сроками годности, и, соответственно, отправлять его на отгрузку в первую очередь, смогли систематизировать его, смогли провести компрессию. То есть подходящие сроки годности и близкие друг к другу одного товара мы оптимизировали в одну ячейку, тем самым разгружая складские площади. Инвентаризация, проведенная в WMS X5, позволяла оперативно принимать решения по поводу складских запасов. Это лишь несколько примеров из множества успешно реализованных нами проектов. Так, давайте дадим определение инвентаризации и обобщим все вышесказанное. Инвентаризация товаров на складе – это сличение фактических данных с данными учета. И для склада, соответственно, идет речь о конкретных местах для хранения товара. Различают следующие виды инвентаризаций. Полное – это пересчет всех товарно-материальных ценностей на всех ячейках склада во всех местах хранения. Производится при полной остановке движения товара. Частичное – это пересчет конкретных областей склада. При обнаружении расхождений количество зон для проверки может увеличиваться. И выборочное – проводится по определенным группам ТМЦ при возникновении пересортицы или недостачи. Как пример, при получении претензий от вашего клиента. Цель проведения инвентаризации в первую очередь – это определение фактического количества товара на складе. Инвентаризация позволяет контролировать корректность отображения остатков в программе учета и позволяет выявлять излишки и пересортицы. И, соответственно, осуществлять контроль за соблюдением норм хранения товара. Прошу прощения. Проведение инвентаризации в МС-системах сильно отличается от проведения инвентаризации в ERP-системах. В нашем флагманском продукте Axelot WMS X5 поддерживается циклическая инвентаризация, выполняемая точечно, без остановки работы склада. В нашей системе поддерживается возможность использования множества фильтров и условий для формирования плана циклической инвентаризации. Подробнее поговорим про циклическую инвентаризацию. Циклическая инвентаризация происходит без остановки работы склада. Все корректировки отображаются в реальном времени. И, соответственно, с помощью отчетов мы всегда сможем увидеть факт наличия товара на складе. При циклической инвентаризации мы можем проводить плановые пересчеты по зонам ячейкам, в которых хранится определенный товар, либо по пустым ячейкам какой-либо определенной зоне и множество других условий. И, возможно, проведение срочных пересчетов, то есть по каким-либо складским событиям. Это нехватка товара при отборе, нет места при размещении и так далее. Об этом подробнее я расскажу вам чуть позже. Какие есть варианты создания пересчетов? Это вручную, то есть через рабочее место оператора склада посредством ручного создания задач. И по событию. Об этом я сказал вам ранее. При ручном создании задач у нас есть множество фильтров, по которым мы можем создать пересчеты. Это мы можем действовать в рамках какой-то определенной зоны, в рамках какой-то определенной ячейки, или в разрезе групп объектов хранения, или, проще говоря, типов товара и так далее. Также возможно создание задач и в автоматическом режиме. В Axelot WMS X5 заложена событийная модель работы. То есть при жизнедеятельности склада происходит какое-то событие, и система дает свою реакцию на него. Например, при освобождении ячейки после отбора товара, система может автоматически создать задачу на пересчет в этой ячейке, для того, чтобы удостовериться, что место хранения действительно пустое. То есть у нас будет дополнительная стадия контроля за складскими операциями и товарным учетом. Такое создание задач возможно при помощи определенных настроек в нашей системе. То есть мы задаем какие-то определенные условия и задаем реакцию системы на них. Как пример, при выполнении задачи сборки комплектовщик подходит к ячейке и видит, что требуемого товара в ячейке нет. Допустим, что по легенде, в заказ требуется 5 единиц товара, а в ячейке их только 4. Комплектовщик изначально на терминале ведет 4 штуки, то есть отбирая максимальное количество товара с ячейки, которое возможно. Далее система запросит у него еще одну штуку. И в этот момент сотрудник, уже зайдя в меню, либо нажав горячую клавишу на терминале, выберет пункт «Проблема» и обозначит эту проблему. По легенде, это у нас нет остатка. А в случае, если товар по его качественным признакам не может быть отобран, то мы можем поставить причину «бой» либо «брак». Также при выполнении задачи размещения водитель погруза разгрузочной техники подъезжают к ячейке, которую ему указывает система, и видят, что ячейка уже занята другим поддоном. Сотрудник также может зайти в меню, поставить «Проблема», «Нет места», и система уже перепланирует ему другую ячейку для размещения и, соответственно, создать задачу на пересчет, которая будет выполнена ответственным сотрудникам. Каким образом в нашей системе выполняются задачи на пересчет? Задачи на пересчет мы можем выполнить либо сручную из терминала сбора данных, либо вручную с рабочего места оператора склада, либо задача на пересчет может быть выполнена автоматически по событию. Для выполнения задач пересчета из терминала сбора данных у нас предусмотрен отдельный пункт меню. Это будет отдельной очередью задач, заходя в которую сотрудник сможет выполнить инвентаризацию ячейки либо в свободном режиме, либо по заданию. В настройках мы можем предусмотреть, что доступ к задаче инвентаризации будет открыт только у определенной группы сотрудников, будь то отдел товарного контроля или контрольно-ревизионный отдел. Есть возможность настройки любого порядка выдачи задач. После входа в задачу инвентаризации сотруднику будет необходимо ввести ячейку, место хранения, которое он пересчитывает, соответственно, объект хранения и ввести количество товара в ней. Также возможен выбор состояния товара, то есть его качество, будь то кондиция или брак. И, соответственно, после пересчета ячейки сотрудник завершит ее посредством нажатия горячей клавиши или выборов пункт меню. Также отдельно хочу отметить, что в случае, если у вас ведется учет по партиям, по срокам годности, либо по контрольно-идентификационным знаком, у нас также есть возможность ввода этих значений. А таким образом выглядит задача пересчет при выполнении ее вручную с рабочего места оператора склада. То есть здесь мы видим номер задачи на пересчет, списки задач на пересчет, список задач на пересчет, я покажу вам чуть позднее, тип операции, которую мы выполняем. Также мы тут видим зону, которую мы пересчитываем, ячейку, которую мы пересчитываем, и поддон, который мы пересчитываем. Поддон либо место хранения. И, соответственно, в табличную часть мы заносим уже все данные, которые получили в результате пересчета какой-либо ячейки. Под автоматическим выполнением пересчета подразумевается задача списания остатка по потребности в момент постановки проблемы при отборе. Подобный вариант мы рассмотрели с вами ранее при отборе товара комплектовщиком с ячейки. Подытожив все вышесказанное, хочу сказать, что документ пересчет используется для выполнения задач инвентаризации в конкретной зоне и месте хранения. А вот так на рабочем месте будет выглядеть список документов пересчета. Ранее я обещал вам его показать. И здесь, конечно, есть возможности настройки для удобного его отображения. Для примера я выставил фильтры по статусу и типу операции. И прежде чем перейти к выгрузке результатов наших пересчетов, хочу рассказать вам о промежуточном звене, в котором учитывается все выявленные расхождения. Он называется регистр расхождения запасов. Регистр расхождения запасов используется для того, чтобы отображать запасы, которых нет по факту. Мы понимаем, что мы не можем взять товар из ниоткуда и списать его в никуда. С помощью регистр расхождения запасов мы сможем увидеть, в каких ячейках у нас были выявлены излишки, недостачи товара. Также это может являться дополнительным инструментом для воздействия на складской персонал. Факты подобных отклонений можно использовать в мотивационной схеме. Выгрузка же результатов пересчета осуществляется с помощью документа акта сверки. Акт сверки используется для подведения итогов наших пересчетов. При создании акта сверки у нас есть возможность выбора по определенному типу движения товаров, будь то списание, оприходование, пересорт, изменение состояния и прочее. В тип прочее входят все ранее указанные типы движения товаров и по определенным заданным складским зонам, будь то зона активного хранения, либо зона резервного хранения. Реквизиты документа акта сверки сгруппированы при помощи следующих групп. Это основные данные, о которых я вам рассказал. Это данные по расхождениям, то есть туда входят все типы движения товара на складе, и дополнительная информация. По дополнительной информации мы можем увидеть автора документа акта сверки, дату и время его выгрузки, и при необходимости можем внести туда какие-либо комментарии. Табличная же часть акта сверки представлена сейчас на ваших экранах, то есть отдельно заполняется в таблицу значения по недостачам и значения по излишкам. Тут, что немаловажно, мы видим уже суммированные данные по всем складским пересчетам и выявленные в них расхождения, то есть то, что я говорил про регистр расхождения запасов. Если в одной ячейке мы выявим недостачу 10 единиц одного товара, а в другой ячейке излишек 10 единиц этого же товара, то в расхождение, в акт сверки, к нам это не попадет. То есть все это будет суммировано в ноль. То есть факт наличия товара на складе останется неизменным. И при необходимости у нас есть возможность печати документов из акта сверки. Это инвентаризационная опись, либо акт об уценке. В довершении скажу еще раз, что система Axelot WMS X5 позволяет отслеживать ваши фактические остатки, о чем я говорил еще в начале нашего вебинара. Мы всегда будем иметь полное представление о том, что у нас хранится на складе, где у нас это хранится, в каком количестве и каком качестве. Система спроектирована таким образом, что обнаружение, регистрация и разбор отклонений мы можем осуществлять максимально оперативно. Также отмечу, что наша экосистема Axelot всегда будет готова прийти к вам на помощь, как в проведении инвентаризации, так и во внедрении наших продуктов. Axelot Consult предложит лучшую методику. Axelot Soft настроит решения. Axelot Staff поможет вам квалифицированным персоналом. Axelot Technology предоставит необходимое оборудование.